Здесь есть гораздо более важная дата. В этом году, среди многих памятных дат, есть одна, для меня достаточно близкая, 400-летие избрания, заметьте слово «избрание» на царство первого царя из дома Романовых, Михаила Федоровича Романова. И с этим связано первое достоверно мне известное появление моих предков в Москве, причем сразу в Кремле. В Кремле произошло это в 1609 году, когда царь Василий Шуйский набрал из знатных татарских родов специальный отряд, который вместе с ним и засел в осаду в Кремле, будучи сейчас... Кремль был осажден поляками. Так Чуров-то на какой стороне был? И на стороне защищавших Кремль. Это был не Чуров, это был Балбеков по фамилии. Это очень знатный татарский род, они пишутся Балбековы и Байбековы. Есть их мусульманская ветвь до сих пор. Но мои предки приняли христианство, православие. В 1618 году таково было условие получения награды за осадное сидение в Кремле. Михаил Федорович Романов вот этот отряд наградил вотчинами в Подмосковье, но с условием креститесь. И вот они все стали новокрещенными, в том числе и Степан Балбеков. Его потомки все служили, когда Алексей Михайлович Романов создал полки нового строя, в том числе конные рейтарские полки. Вот Матвей Балбеков по переписи числится офицером рейтарских полков, затем уже на службе у Петра Первого. Уже переехал затем в Петербург. И его потомки в 18 веке пошли по морской линии. Капитан-лейтенант Александр Анисимович Балбеков в конце 18 века... А по какой линии-то они к вам имеют отношения? По отцовской линии? По материнской линии. По отцовской линии Брежнева. Брежнева? Брежнева. Потому что у генерала Балбекова, это такой служивый генерал, один из самых бедных генералов русской армии в 19 веке. У него было 13 детей, из них 12 дочерей. Вот представьте себе, сколько у меня родственников по этой линии. И вот одна из дочерей вышла замуж за полковника Брежнева, который воевал вместе с Балбековым. Эти Брежневы, я перебью, не имеют отношения к генсеку. Ну вообще, если по-честному, то все Брежневы одного корня. Хотя с Леонидом Ильичем, мой дед Владимир Росифович Брежнев, генерал, они были знакомы. Они познакомились в 1945 году, уже в конце войны. При каких обстоятельствах? Обстоятельства очень смешные. Посылка, отправленная из Москвы бабушкой генералу Брежневу. Это вот мы говорим. Да, это он еще полковником в 1942 году на Северо-Западном фронте. Так. Артиллерист. В 1945 году посылка, направленная с Аказии, не на полевую почту, а просто к генералу Брежневу, в Прагу. Попала не к Владимиру Ильичу, а к Леониду Ильичу. И мой дед поехал забирать эту посылку. Так они познакомились. Ну конечно, начальнику политотдела армии Леониду Ильичу Брежневу признавать родство с дворянином, генералом Владимиром Ильичем Брежневым, царским офицером еще в прошлом. Было не совсем с руки, потому что Владимир Брежнев вновь появлялся в Москве дважды. Сначала его отец определил во второй московский кадетский корпус, это после русско-японской войны в 1905 году, во второй московский кадетский корпус, это Лефортово. У меня несколько таких уголков, родных в Москве, и один из них это Лефортово. Так первый это Кремль? Он учился, да, Кремль. Второй Лефортово. Причем второй московский кадетский корпус, это правое крыло ныне существующего великолепного Екатерининского дворца. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.